Продолжение следует... Минуют годы, столетия, а прошлое как бы застыло здесь. Узкие улочки, уютные внутренние дворики, невысокие дома с островерхими крышами переносят нас в средневековый город. Когда-то на холме Томпиа в Вышгороде селилось знать, дворянство, духовенство. А у подножья холма, вокруг Ратушной площади, жили предприимчивые купцы и искусные ремесленники, простой люд. Таков старый Таллинн. Город-музей, город-памятник. А рядом новый Таллинн. Смело спланированные современные здания и целые ансамбли сочетаются с черепичными крышами и высокими шпилями старого города. Мы в столице Латвийской ССР. Рига – крупнейший город Прибалтийского экономического района. Здесь сосредоточены промышленные предприятия, научные и культурные учреждения Латвии. Уютные маленькие кафе приветливо встречают гостей столицы. В архитектуре города запечатлены разные стили, разные эпохи. Останутся в памяти старинные резные фонари, величественные готические порталы, знаменитый орган Домского собора, его красочные витражи. Запомнится Иришское взморье, яхты на волнах залива, прекрасные песчаные пляжи, комфортабельные кемпинги и санатории. Самая молодая из прибалтийских столиц – Вильнюс. Но и ему уже более 600 лет. В отличие от Таллина и Риги, город расположен вдали от моря. В его облике также переплетаются прошлое и настоящее. Старейший в Европе университет недавно отметил свое 400-летие. Знаменитая университетская библиотека насчитывает более миллиона томов. Среди них уникальные рукописи, редкие старинные издания. Вильнюсский университет – один из ведущих научных центров нашей страны. В столице Литовской ССР мы и закончим наше путешествие. Вильнюсский университет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok